О киберпреступности и профилактике таких преступлений шла речь во время единого дня информирования, который проводился на Литчине. Внимание было обращено на основные виды мошенничества в сети интернет, методы их совершения и способы защиты от них. Говорили сотрудники милиции и о том, как обезопасить себя при осуществлении покупок на интернет-площадках, как общаться в социальных сетях с друзьями и знакомыми, чтобы не пострадать материально. Тема профилактики киберпреступности по-прежнему не теряет своей актуальности. Как было отмечено во время проведения единого дня информирования, в регионе наблюдается рост таких преступлений. Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, в последние годы количество преступлений как в республике, так и в целом в нашем регионе растет. Цифра по республике с 2015 по 2020 год количество этих преступлений выросло практически в 10 раз. С 2,5 тысяч до 25 тысяч. Только за истекший период 2021 года рост этих преступлений на территории обслуживания ЛИСКРОВД составил с 61 до 98 преступлений. К сожалению, наши граждане по-прежнему предоставляют реквизиты пластиковых карт, переходят по ссылкам на ложные интернет-сайты, осуществляют покупки, не удостоверившись в платежеспособности и вообще существовании того или иного покупателя. И эти случаи не единичны. Жертвами становятся граждане из всех слоев населения. Это и пенсионеры, это и молодые люди, и люди, имеющие высшее образование, занимающие в том числе руководящие посты в различных учреждениях, предприятиях, организациях. И все связано с их доверчивостью. Поэтому каждый должен внимательно выслушать, внимательно посмотреть видеоролики профилактической направленности и поставить себя на место жертвы преступления и продумать алгоритм, как бы он поступил в этой ситуации. Когда приходят эти потерпевшие в РОВД, обращаются в заявление, все рассказывают о том, что да, я знал, да, я понимал, но, к сожалению, методы социальной инженерии таковы, настырны настолько агрессивны, что противостоять им может не каждый. Во время проведения единого дня информирования также говорили о вреде курения и о его пагубном влиянии на здоровье человека. Поднималась тема семейного воспитания, влияние традиций семьи на формирование личности ребенка. Накануне летних каникул особое внимание было уделено вопросу обеспечения безопасности детей в летний период. С 1 мая этого года традиционно органы внутренних дел работают в рамках межведовственной программы «Забота». На сегодняшний день проводится ее подготовительный этап. Мы проводим обследование мест массового отдыха детей, кружковую работу, секционную, безопасное нахождение детей в детских оздоровительных лагерях. Также готовимся к обеспечению охраны общественного порядка во время проведения линеек и выпускных вечеров. Кроме того, работа органов дел, естественно, будет направлена на контроль за теми детьми и подростками, которые у нас состоят на учете, по отношению которых уже информационно-профилактическая работа проводится. Это, естественно, их занятость, это, естественно, их контроль, это, естественно, недопущение совершения ими преступлений и правонарушений. Совместно с гражданами, другими учреждениями, организациями приложим максимальное усилие, дабы не допустить чрезвычайных происшествий, гибели, травматизма, в том числе дорожно-транспорт, травматизма, и чтобы отдых наших детей был здоровым и безопасным.